Первый электрический Porsche получил турбоверсию. Критики говорят нонсенс, фанаты хлопают в ладоши. Посмотрим, в чем особенность электромобиля Porsche. Как ни старалась компания Porsche, скрыть информацию о цене, она все равно просочилась в сеть. Оказывается, что топовое исполнение авто получило название турбо. Не нужно быть экспертом в моторах, чтобы задаться вопросом, какой вообще турбонадув может быть у электрокара. Разумеется, никакого. Тем не менее, турбо в названии Porsche Taycan все-таки появится. Сначала подобное заявление было воспринято как шутка. Однако данные о стоимости версии первого электрокара фирмы Porsche подтвердил Алекс Рой, редактор Драйфа. Эксперт сделал запрос на покупку новинки. Пытаюсь уточнить детали. Алекс получил подробный комментарий производителя. Оказывается, авто поступит в продажу осенью. Разброс цен получился довольно большим. Базовая версия Taycan, если вы давно мечтали об электрической версии Porsche, сможете вредить ее менее чем за 90 тысяч долларов. Полноприводная версия Taycan 4S, точная цена неизвестна. Но электрокар будет стоить дороже 90 тысяч долларов. Топовая Taycan Turbo производитель просит за нее более 130 тысяч долларов. Уже сегодня можно оформить предзаказ. Достаточно внести символический депозит 2,5 тысячи долларов. А откуда Turbo? Разумеется, Turbo в названии электрокара очередная уловка маркетологов, создающая путаницу в иерархии автомобилей. Компания уже приходилась иметь дело с приставкой Turbo. В 80-х, когда на рынке появилась Porsche 911 в кузове Turbo. Второй раз мы услышали слово Turbo несколько лет назад, когда базовую 911 решили перевести на Turbo мотор. Правда, с переходом на новые двигатели название авто осталось неизменным. Одним словом поклонники марки Porsche вряд ли удивятся такому названию. А вот инженеров и критиков может слегка коробить. У Porsche Taycan Turbo немало общего с концепцией Mession E и Cross Turismo. Исходя из этого, можно предположить наличие двух электромоторов, суммарная мощность которых достигает 600 лошадиных сил. От одной зарядки Turbo версии пройдет 500 километров. Чтобы разогнаться до сотни, понадобится меньше 3,5 секунд. Cross Universal должен поступить в продажу вместе с соплатформенной моделью Audi e-tron GT. Не исключено, что оба электрокара появятся в российских автосалонах. Производитель допускает гибридную версию. На сегодня все, спасибо за просмотр. А как вы думаете, электрические автомобили приживутся у нас в России? Напишите пожалуйста в комментарии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!